В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Один человек погиб в результате ДТП под Вятскими Полянами. Там водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода, а потом уехал с места аварии. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла 16 октября в 18.45 на 8-м километре дороги Вятские Поляны-Сосновка. Водитель Volkswagen Passat наехал на лежащего человека. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину. В результате происшествия 69-летний мужчина-пешеход погиб. Водитель автомобиля Volkswagen место ДТП покинул. Как пояснил сам водитель, испугавшись ответственности, он уехал домой и поставил автомобиль в гараж. Однако спустя 30 минут к нему домой приехали сотрудники госавтоинспекции, которые пояснили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность данного водителя к совершению дорожно-транспортного происшествия. Расплачивались поддельными, пятитысячными купюрами в магазинах 25-летний молодой человек и его 24-летняя подруга. Как оказалось, криминальная парочка закупила подделки в Москве и привезла их в Киров. Перед тем, как попасться полиции, они успели разменять таким образом семь фальшивок. На кадрах видеонаблюдения из магазина видно, как молодой человек расплачивается на кассе. Ничего не подозревающая женщина-кассир берет пятитысячную банкноту и даже не проверяет ее, а сразу отчитывает сдачу. Только после того, как посетитель уйдет, она поймет, что это фальшивка. Распознать ее может специальный аппарат. Здесь мы можем наблюдать определенную картину. То есть это яркое голубое свечение, что не должно быть на настоящих купюрах. Кроме того, при осмотре ВК-излучения наблюдается тоже определенная картина, которая не соответствует подлинным денежным билетам. Есть смысл обратить внимание на бумагу, которая, по ощущениям, может отличаться от денежных билетов, которые находятся в обращении. По факту сбыта поддельных купюр возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 8 лет тюрьмы. Отнюдь нелегкоатлетическими прыжками занимались в машине водитель и пассажир Деу Некси. Эту машину сотрудники ДП заметили у переездов на улице Лепсе. Лицо водителя показалось инспекторам знакомым. Они решили развернуться и проверить, нет ли у него нарушений. Однако во время остановки автор рулевой, поддержанной на марке, решил перепрыгнуть с водительского на пассажирское сидение. А его друг пересел за руль. Водительский это где? Водитель за рулем. Я видел прекрасно, кто за рулем был. Он был за рулем. Если бы он был за рулем, я бы к нему и подошел. Не просто вам было прыгать. Водитель здоровый. Вскоре Артур признался в своем нарушении. По данным ГИБДД на него составили протокол, а чуть позднее на комиссии ему выписали штраф. На первый раз 5000 рублей.